В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась... Это же самое начало, по-моему. Угу. Да, начало. И это, по-моему, у чувака на стриме видео. Сидел дьявол на трубе, самогонки гнал к себе, выпил дьявол два литра. А ты как задание делаешь? Выбираешь что-нибудь по самоганде? Да, задание, не знаю, пока просто поезжу за вопрос. Я прощу и поймаю медведя. Я не знаю, как-то подлоги это или не надо. Подлоги это? Че-то, 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 че-то не шипит. У тебя-то нет, ты же, конечно, какой-то, тебя отрастать и нет. Чего вам надо? Ой, я не помню, читаем то ли среднее, то ли низкое стояло. Покажи, что умеешь. Чего вам нужно? Продолжение следует... 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 Давай я тебе закажу на Алиэкспрессе Печать На ней будет написано Задрот Я тебе прям к паспорту поставлю Вот честное слово Не надо И ты даже если за границей Куда-нибудь поедешь Тебя таможенники даже досматривать не будут Потому что они будут предполагать Что ты даже если перебираешься Из одной точки мира в другую То ты направляешься туда тоже Задрот А не провозить контрабанду Япончик-япончик Это ачивка Слетать во все страны мира Ну кстати да ОТКСТАТИ У нее теперь еще Появился Клепеди После нашего с тобой диалога Или... Вот знаешь, единственная причина, по которой бы я, возможно, сделал бы все очи вы Вовке, она вот только одна. Вот знаешь, когда спортсмены едут на Олимпийские игры и привозят оттуда медаль, им дают квартиру в центре Москвы и автомобиль. Вот если бы Вовке давали то же самое, я бы, блядь, первый это все сделал. Во всяком случае, один из первых точно. Ну и хотя бы голду давали, да? Да похуй на эту голду, блин. Квартира в Москве. Зачем тебе в Москве квартира? Там сейчас карантин. Никто не работал. Да, у тебя губа не дура. Не, она нахуй не нужна, я бы ее сдавал и все. Да ладно, Редвар, я же шучу, смешно вроде. Сколько квартиры в Москве в центре стоят? Слушай, не ебух. Ну, меня тетка покупала... У меня тетка покупала... Что-то за 12, по-моему, миллионов. Не так... Представляешь, да? Может, БМВшку взять для нормальной. Нахуй мне нужна эта БМВшка за 12 миллионов. Я че... Поехавшись, что ли? Эта хуйта через два года будет терять в цене и дальше поэкспоненциальной. Просто все больше и больше будет терять. Нахуй мне нужна. Самое бессмысленное вложение денег в дорогие автомобили. Хуже вложение средств я не придумать не могу. В продаже через, ну, грубо говоря, полляма дешевле и не купишься еще в дорогой машине. Нихрена себе! За один год проставь целую ляму. Я че, поехавшись, что ли? А, полляма. Ну, ляма полляма. Ну и даже полляма, лям. Ну, чувак. У меня квартира стоит 2 миллиона. Ну, на каждой новой машине будешь ждать татчик полгода. Да, и тебе еще доплачивать надо, как не хуёба. Я тебе говорю, вот прямое сравнение. У меня квартира стоит 2 миллиона рублей. Я вот как бы в ней живу уже, ну, там больше 4 миллиона. А, я в ней живу уже, сколько, 4-й год, наверное, я пошел. Ты представь, что за 4 года, как ты говоришь, я бы потерял всю эту сумму, катаясь на машине. Ну, разве это не расточительство? По-моему, это самое, что ни на есть, расточительство. Ну, слушай, BMW это, блядь, не для этих, не для помощи, как ты скажешь. BMW вообще, это нормальную машину BMW не назовут. Три буквы я не назовут, я... Я вообще хуй знает еще... Сейчас, ну, давай-ка другом, какая машина для тебя нормальная? У меня Mercedes, я, блядь, вообще кайфую. Mercedes и BMW, по-моему, там, нет? Не схож? Да мне вообще до пизды на кого она похожа. Я тебе говорю, у меня есть автомобиль, который меня устраивает на все 100%. BMW это, блядь, конченая дура, которую нужно постоянно, блядь, чинить. Я знаю, о чем я говорю, потому что у меня до этого была бэха. Старая, старая, 80-х годов. Но, блядь, она была в таком идеальном состоянии, когда я ее покупал. В таком идеальном состоянии, что ты хрен такую найдешь. И она, после, там, двух лет пользования, в такой кище превратилась. Слушай, у тебя опыт хороший, когда ты берешь машину 80-го года, блядь. Ее брал не я, ее брал мой папа. Это вообще он взял ее для себя, а в итоге он отдал ее мне. Но он ее покупал, она 80-го года была. Притом, на ней был пробег, слушайся в эту цифру, 27 тысяч километров. 27 тысяч восьмидесятого года автомобиль. То гаража стояла или что? Или типа накрутили? Нет, она вот там получается... Нет, ее не крутили. Ее проверили. Она стояла на даче, и ее каждый месяц вообще практически полировали. С нее блинки задували. Ее хотели использовать, знаешь, как говорится, как потомкам. Вот оставите все, чтобы они кайфовали. А потом у этих людей, видимо, что-то с финансами пошло не так. И они ее продали. Ну, ты понял, о чем я говорю. Бывают такие люди, которые покупают транспорт хороший и запирают его. Оставляют каким-нибудь потомкам. Как типа сатуэтки. Ну, что-то типа этого. Нет, я такой, блядь. Притом, когда я на ней катался, я ее фосты в гриву не ебал. Она, в принципе, ну, просто я на ней ездил, грубо говоря, там, на работу, в ресторан или еще куда-нибудь. И, ну, там, не знаю, в день, максимум километров 6-8, наверное, приезжал. И вообще все нормально. Притом, не гонял даже. Но она у меня через два года начала такой хуйня занимать. И что там у тебя случилось? Проще сказать, что там не случилось. У меня там вся электроника нахуй перелетела. У меня на гидроудар у меня даже был. Я там чё только не... А металлы где-то сухую я продал. М? Металлы где-то сухую я продал. Это... Сдавать кому-то. Или под самострой тоже. Ее как основу использовать тоже. Ну, таких людей еще найти. Ну, типа корпусу. Нет? Ну, вот, я говорю, таких людей еще найти надо. А это, как бы, не каждый человек занимается самостроем. Я не знаю, че сейчас с новыми BMW-шками, но я знаю, что новые, что BMW, что новые Mercedes. Они сыпятся просто как пирожки. Я не знаю, вот раньше делали автомобили нормальные. Блин, вот 99-ая лада вот у моего батя была, охуенно. Вот ей вообще до пизды. Лес, не проблема. Что угодно. Машина до сих пор работает. Ржавая, говнище. Ну, блядь, она работает. Ей вообще похер. Та тут даже дело не в электронике. Ты понимаешь, ты вот вместо прикуривателя реально там зажигалку поставишь и на блядь поедет. Ну, серьезно. Час еще тачки с каких-то непонятных сплавов начали делать. я когда свою машину покупал я ее не хотел покупать только из-за одной причины вот у меня есть такая хрень я подглядел это в интернете я решил просто один раз попробовать и вот не прогадал я просто решил на капот просто тупо надавить при покупке знаешь что она прогнулась как пластик я не понимаю это там не пластик там какой-то сплав вообще непонятно то ли это сплав какой-то алюминия вообще с чем ты понимаешь в официального дилера ты тоже придешь у тебя там никто так не даст делать папа по понятным причинам но они вот какие-то такие машины делают то есть они даже ними не металлические блять они в аварию попадут них отваливается почти что все наверное я не знаю я не бывал авариях и тут фу ну блять страшно на таких вот в коробках картонных тем более таких сыпучих мне очень в последнее время я очень внимательно сейчас на финики заглядываюсь и не только на финики я даже на хонды на некоторые заглядываюсь я на nissan чеки заглядываюсь потому что не за мне вот нравится японцы японцы делают вещи прям хоро финик типа карман будете а infinity это же вообще это же тот же самый nissan только они их производят в америке вот по сути это как бы одна и та же фирма но насколько мне известно может быть сейчас уже как-то по-другому но вот раньше по-моему было а мне вообще в принципе нравятся эти автомобили они более жесткие они такие не знаю внешне они меня не особо привлекают не бренд зализанная соли знаете все зализанные по карману не по карману ну а какая час машина стоит дешевле